А что вы ролик открыли? Заходите в Зару и 5 минут и просто все тренд готовы. Ладно, давайте начнем с цветов, чтобы вот прямо издалека было видно, кто тут вообще самый модный. И их, как всегда, несколько этих самых цветов. И некоторые из них плавно перетекли из прошлого сезона с небольшими такими изменениями. И самым первым будет пастельный желтый. Ну вот примерно похожий на тот, в который окрашен мой худак, но чуть желтее. Такую мягкую приглушенную желтизну очень хорошо разбавлять чем-нибудь ярким. И вот на показах советуют брать яркий оранжевый, прям такими большими блоками, чтобы было все видно, крупно и понятно. Второй нежный мятный цвет. И если у вас вот прям много маскулинности, не знаю, кипит у вас тестостерон, хочется его немножечко так визуально подубавить, то вот, пожалуйста, отличный вариант. Еще два клевых цвета, это сочно-розовый и сочно-зеленый. Это вот прям для тех, кто устал от неона, потому что неон, блядь, снова здесь. И снова говорит, ребята, давайте на все водолазки, на все велосипедки, типа я вообще никуда не уйду спустя два года. Поэтому, если неон у вас уже вот где-то в печенках, я думаю, он у многих уже в печенках, просто берете вот такие вот сочные цвета и ими разбавляете весь в гардероб и с удовольствием им носите. Привет, это я, меня зовут Артем, и сегодня мы пробежимся по трендам весны и лета 21 года, потому что я знаю, что заранее никто ничего не покупал, и вы это делать будете, ну, вот примерно сейчас, вот примерно сейчас и выпускают. Смотрим ролик и быстренько по магазинчикам что-нибудь себе покупать. Лайк, подписка и в комментах напишите, что вы вообще собираетесь носить этой весной, этим летом, этой может быть осенью, если уже решили, поехали. Едем дальше, какие ии сегодня самые модные, это сороковые, это семидесятые, и это что-то вот такое опять на стыке девяностых и нулебых. По последнему мы с вами уже говорили, сороковые мелькнут чуть дальше, и семидесятые в том числе чуть дальше, и плюс их очень хорошо видно по трендам на обувь, если, кстати, не смотрели мой ролик по кроссовкам, обязательно посмотрите. Так, приехали к материалам и фактурке, и тут на самом деле очень много всего натурального, ну, типа вязаных вещей, например. Я думаю, уже многим мелькали какие-нибудь подборки с модными луками, типа плотных вязаных свитеров, платьев, рубашек каких-нибудь и тому прочего, и там в ход идет вообще все, поэтому своим бабушкам обязательно скажите, чтобы поспиться в каждую руку и вперед крупную вязку на заказ. Еще можно посмотреть в сторону льна, особенно тотал льна, если можно его вообще так назвать. Тут прям целый комбез берете и будьте самым трендовым, самым стильным, самым модным. И тут, кроме шуток, будет два момента. Во-первых, лен это идеальный материал на лето, в нем максимально вообще не жарко. И, во-вторых, это то, что он очень сильно мнется. Будьте готовы, что вот надели вещи, и через 15 минут оно будет как из задницы. Очень много сетки. Если надели на себя платье или какой-нибудь футболку простенькую, да, и знаете, состояние такое, типа, вот хочется что-то надеть, но с другой стороны будет очень жарко, то вот берете, накидываете вот такую сетку и будьте самой модной авоськой. Пайетки как-то вот скромно затесались, они мелькали в каких-нибудь ваших луи-витонах, и это, конечно, больше для девочек, но если вы очень смелый мальчик, то, пожалуйста, весь асос к вашим ногам прямо сейчас. Опять же, всевозможные вязанки, рукоделие и все прочее, макраме в этом сезоне будет очень к месту. Выглядеть будете, знаете, как скатерть под таким пузатым телевизором на даче, но, как и в случае с сеткой, вполне себе вариант, если нужно разбавить базовый лук, и вообще другого ничего придумывать не хочется. Ну и, собственно говоря, деним, он в разных вариациях, и легкие джинсовки, и джинсовые рубашки, и какие-нибудь юбки, и просто джинсы. Но так или иначе, если у вас есть что перенести из своего гардероба в этот сезон, то велкам, как говорится, почему бы нет. Ну и все это, конечно, будет выглядеть и ощущаться куда лучше, если сдобрить это хорошим парфюмом. Я его тут у себя обсуждаю довольно редко, это бывает на каких-то местечковых стримах, поэтому, если очень хочется посмотреть что-то на эту тему, пожалуйста, отличный парень Мурат с канала Парфюмерный Маньяк. У него очень много клевых роликов о всякого рода одеколонных, лухах, парфюмерных водах, туалетных водах, как мужских, так и женских. Есть даже клевая рубрика, где он подбирает ароматы под образов героев фильмов. Если у кого-то есть желание, можно даже у какой-нибудь селебы собрать не только ее гардероб, но и что-то в качестве парфюма посмотреть. И прямо сейчас в комментах под этим роликом можете написать, если вас интересует какой-нибудь парфюм, и вы вдруг запутались, или хотите какой-нибудь определенный выбор, можете спросить, и Мурат откомменит, посоветует, что можно подобрать. А вот такая вот коллаборация. В описании будут две ссылки, вы знаете, что с ними делать, переходите, подписывайтесь, я буду очень рад, Мурат будет очень доволен. Ну а мы с вами идем дальше, пройдемся по конкретным вещам и деталькам. Принтованные водолазки. Это сейчас, ну, очень модно, особенно если это какой-нибудь тотал принт. Анимализм, геометрия, просто абстракция какая-нибудь, разбирайте вообще ваше все, и слава богу, можно задешево найти в масс-маркет. Приталенные рубашки. Меня это не касается, потому что я за последний год 7 килограмм набрал, но если вам фигура позволяет, то с брюками, ботиночками будете выключить очень классик, и наконец-то старитвир умер, слава богу. И юбочки по колено, девочки, это для вас, пожалуйста, особенно если это джинсовая мидия, это прям сок, хватайте в ближайшем эйчике, сколько бы это ни стоило. Ну и сумки большие тоже очень модно нынче, такие, знаете, что вот прям подмышку ее взять и по-деловому так нести в ней один крем и зарядку для телефона. А если она еще из натуральных материалов будет, то просто муа, ультрамода. Ну и в конце принты художественные на вещах одна штука. Ну, на самом деле это мы с вами уже проходили, только теперь это еще больше масштаб приобрело. Теперь это прям вот полноценные, разнообразные, большие репродукции картин, изображения арт-объектов, но очень-очень-очень качественные. Потому что я же вас знаю, вы сейчас вот это вот досмотрите, побежите куда-нибудь на свой Алиэкспресс, вот эти вот китайские принты все раскупите на этих своих свитерах, и это будет выглядеть просто отвратительно. Это очень дешево, вообще не в кассу, такие принты, такая вышивка, она крут смотрится, ну, где-то вот только на дизайнерских вещах, которые действительно хорошо сделаны. Поэтому, если вам кошелек не позволяет, да, это не страшно, то просто проходите мимо. Ладно, в самом конце вьетнамки, но я не знаю, кто это по своей воле вообще носить будет, и если вдруг летом кого-нибудь в них увидите, просто пометьте себе, что этот чувак просто очень трендовый. Все, расходимся, самые горячие тренды закончились. Жду лайк и подписку, если еще нет, коммент тоже не забывайте, и скоро увидимся, пока! Пойду в комментах тоже парфюм какой-нибудь выберу.